Сегодня Азад про Советский Союз говорил. Говорил, что этот... Что? Азад про Советский Союз говорил. Потому что жилу с каждого по-разному. Кто-то бедно жила, кто-то... Конечно. Ты как жила? Бедно? Или богато? Я жила хорошо по Советскому Союзу. Да? Конечно. Что, не Советский Союз был? Ничего не покупала. Все дома было. Воровала? Нет, не воровала. Нам давали, не надо. Не надо. Конечно, две смены ты работала. Все было. Незаконно. Все так работали. Не начинай опять этот разговор. Все так работали в Советском Союзе. Вот сейчас даже передачи говорят, что и детьми не занимались, столько работают, чтобы накормить, одеть, обутие. Вот сейчас даже говорят. Мама, советское время 8 часов работали, а ты работала в 17. Нет, сколько ты работала? С 7 утра до 11. Сколько выходит? Ничего, зато я не знала магазина, кроме хлебного. А что хлеб не приносила, кстати? А зачем? Еще хлеб надо было? Ну, на всякий случай, чтобы не выходить уже в магазин на следующий день. Да, я, кстати, все время забывала, что-то хлеб. Артур когда-то ручку сделал, а она все равно горячая, нагревается, горит, горит, горит. Я уже ее три раза обрезала и прокручивала. Ну, сковородок у меня полно, полно. Нет, ну, все равно. Кто-то на море, а мы же на море жили, я забыла. Ты что, на море-то не было? На море постоянно были. Да-да. Сынку целую, здоровую продукту, у меня целый день. Короче, тебе жилось хорошо в Советском Союзе. Да, тебе жилось хорошо, очень хорошо. Очень хорошо. Она работала по 16 часов? Ничего, зато я отдыхала. Когда? Один день. А какой день был уходом? День работала, день выходила. Я через день работала. Через день. А когда-то она уходила в 7 утра и приходила в... Какой 7 утра? Да, я полпятого утра уходила, с ума сошла. В 6 утра. В 6 часов должна была на работе уже быть. Пожалуйста. Я получала товар в 6 часов. Ну. А это незаконно. Что незаконно? Азат, она работала в 16 часов. Тогда 8 часов рабочий день была. Я ей доказала, что все так работали. Не путаешь. Ты что, Азат, по закону 8? Вообще пейки все так в ресторанах работали. Вообще пейки. Ты сейчас придумали такое, что ты рассказываешь? Как? Разве не 8 часов работали? Человек имел право. Хочет, больше работает. Разве? Да. В советское время? Да. Это не завод. На заводе, да. А в общепите ни в коем случае. Правильно говорил шеф. Некоторые смотрели на часы, а он сказал, котлеты жарятся, жарятся. Это не станок. Деталь отключил, станок и деталь завтра доделают. Надо даже дожарить, отдать. Все. Тогда можешь идти. На заводах, на фабриках, да, это да. А в общепите работали все от и до, до конца. Пока не уйдет клиент. Или когда выдашь, официанты вообще перейдут. Чего? Пока уберут, пока клиент сидит до 12, до часу. Пока уберет, посуду соберет, рассчитает, пока посчитает свою брюшку. Ты че, а? Это я уже тысячу раз говорила, а ты все равно на своем станешь. Ну, ешьте, ешьте, я не буду картошку кушать. Ну, а торговое право, а за одну как, 8 часов должны были работать? Это те, кто получал зарплату за 8-часовой, а те, что на ставке. То есть сколько сделаешь, сколько работы сделаешь, вот детали делаешь или котлеты, сколько сделаешь? От выработки? От выработки, да. У меня была прекрасная зарплата. Тогда же инженера получали по 75-85 рублей. А я получала, вон, могу дать эту справку, что я выписала, по 230, 250, 190, 280, 180. И у меня премии постоянно были, постоянно. У меня вся трудовая в денежных премиях. Ты чё говоришь? А, мам, у тебя остались эти выписки? Я хочу пенсионный фонд пойти с твоими этими, ну, где зарплата хорошая. Ты можешь документы мне дать? А я дам, дам. Дай. А верки тоже не добавили. Верки тоже не добавили. Я вчера её специально позвонила, спросила. Мама говорит, что она одевалась хорошо. Конечно, одевалась. Ты не видела, какие? Ну, видела, видела. Чё они свидетели? Он в Ереван даже передавала, какие платья красивые, какие юбки красивые. То есть тебе Советский Союз этот дал? Да, мне нравился, да. Получала хорошо. Возможность была купить мне. Не смотрела, когда ехала в отпуск, никогда не смотрела, сколько денег, точь-точь на билет. Приезжала, покупала, что хотела. Саша няню нанимала, да? Да, да, Саша няню, две няню в Саше было. Одна пока не ошпарила его кипятком, а другая уже досматривала. Нет, да. Ой, мне есть что вспомнить. Артур до последней своей жизни вспоминал, как я работала, всегда приходил ко мне, помогал, вещи эти тащил. Официанты его очень хорошо знали, тебя очень хорошо знали. Он всегда приходил, сидел за столом. В ресторане? Да. Брал там коньяк себе, грамм 150, а тебе шоколадки все покупали, ты бегала там по залу. Нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова